Добрый вечер еще раз. Очень рады, что в этом предновогоднем безнадежном цветноте вы все-таки сделали выбор в пользу путешествий. Между пробками и путешествиями вы приехали сюда. А кто побывал на Байкале уже хотя бы один раз? О, какая подготовленная классная аудитория. Так редко бывает. А кто был и зимой, и летом на Байкале? Даже такие есть. А кто был только летом? Зиму пока еще для себя не открыли. Вас еще очень много впереди. Мне повезло побывать на Байкале дважды. Один раз это было очень давно. Это была очень интересная история Робинзонады. Примерно на таком берегу, на мысе Верхнее Сголовье. Мы примерно неделю провели в ожидании кораблика. Это были такие странные, немножко сюрные дни. Время от времени мы выходили на берег. Нас оставил там кораблик и потом ушел оттуда. Сказав, что вернется на следующий день. И мы его примерно неделю ждали. Время от времени выходили на берег. Их махали проходящим кораблям, что, дескать, нас надо бы забрать. Они нам точно так же махали в ответ. Дескать, у нас тоже все хорошо. И мы продолжали его ждать. Но это не помешало мне полюбить Байкал навсегда. И открыв его заново еще и в зимнем формате, понял, что это действительно необыкновенное место. И как можно больше хочется делиться, рассказывать другим людям про это действительно классное место. Мы сегодня начинаем серию наших лекций про путешествия, которые мы делаем при поддержке русского географического общества. И очень рад, что мы начинаем именно с нашего партнера, с компании Байкалика, которая руководит Алексей, который является нашим основным партнером именно по этому экспедиции, о которой мы будем рассказывать сегодня. Алексей был в числе первых, кто поддержал идею создания такой коллекции вместе с русским географическим обществом таких путешествий. Конечно, путешествие большое, сложное, интересное. Это действительно возможность объехать вокруг всего Байкала, увидеть самые разные религии, побывать у староверов. В общем, много-много-много всего. Сейчас Алексей расскажет про это подробнее. С удовольствием его представляю. Алексей Стрелек, директор компании Байкалика и наш партнер. Спасибо. Сейчас я включу свои слайды. Друзья, всем добрый вечер. Я к вам прямо из Иркутска, прямо с Байкалом прибыл. У вас тут очень интересная погода такая для зимы, надо отметить. У нас на прошлой неделе минус 30 было, а здесь почти лето по нашим меркам. Рассказ мой будет состоять из нескольких частей. Не только про религии, не только про то путешествие, которое мы сделали с РГО и с Russia Discovery, с Вадимом. Первая часть будет посвящена непосредственно самому Байкалу, потому что, так или иначе, большинство слушателей сегодня на озере у нас на море не было. И хочется вам рассказать вообще, чем озеро уникально, чем оно интересно, зачем туда вообще ехать, как бы как далее. А вторую часть я посвящу уже непосредственно тем религиям, тем культурам, которые сформировались на берегах Байкала, в Сибири. А третья часть у нас будет для вопросов. Для вопросов я открыт, поэтому все, что вам интересно про Байкал, где вкусно покушать, что с собой брать и какая связь там ловит, то, пожалуйста, не стесняйтесь спрашивать. Ну что ж, начнем с того, что вообще такое Байкал, с чем его едят и чем он так уникальный. Но кто что знает, чтобы сразу поразить всех? Самое глубокое. Отлично. И это только один из таких пяти фактов, которые у нас в Байкал действительно выделяют среди всех озер. Само слово у нас произошло из тюркских языков, переводится как богатое озеро или большое озеро. Ну и, конечно, Байкал очень богат на свои природные, скажем так, ресурсы. То есть наша главная ценность – это, конечно, природа. Природа уникальна, и она меняется и от сезона к сезону, и в разных частях Байкала. Здесь вот мои фотографии с этого лета, с дрона. Это район бухты Песчаная. Вы можете посмотреть такие укромные песчаные бухточки, окруженные скалами. И место очень трудоуступное, потому что что на север, что на юг по 40 километров нет никаких населенных пунктов. Попасть можно только по воде. Лето на Байкале жаркое. Вопреки многим стереотипам, кто считает, что в Сибири всегда холодно, лето в Сибири полноценное и местами, может быть, даже жарче, чем в Москве. Потому что в городе температура повышается выше 40 градусов, но на побережье озера очень комфортно. То есть Байкал создает определенный микроклимат, и даже при 25-30 градусах очень себя хорошо чувствуем. Во многих местах на берег выходит тайга, и вот те самые знаменитые байкальские кедры, они у нас спускаются прямо в бухту. Но пейзажи разные. Если мы сейчас с вами перенесемся из такой южной части к острову Ольхону, то увидим здесь пейзажи, можно сказать, нетипичные для Сибири. Это будут такие степные участки, практически без деревьев, с величественными мысами, с обрывами. Но этим Ольхон, конечно, знаменит. И Ольхон — это одно из самых солнечных мест в России. 93% солнечных дней. Ну то есть солнце всегда. И даже вокруг на материке будет как бы тучи, может быть дождь, на Ольхоне у вас почти гарантированно будет солнце. Ну, как раз сказали про глубину. Озеро у нас действительно очень глубокое. Есть места, где можно прямо с берега вот так вот рыбкой нырять вниз. И для того, чтобы вы лучше понимали, то глубина Байкала… Какая здесь самая высокая башня в Москве, Москва-Сити? Башня Федерации. Я специально посчитал, это где-то 4,5 башни Федерации. Глубина Байкала, она такая большая. Ну а площадь водного зеркала тоже колоссальная. 31 500 квадратных километров. И опять же, для того, чтобы лучше понимать, это чуть-чуть больше Бельгии. То есть, кто в Бельгии был, можно представить, что Байкал более огромный. На севере у нас пейзажи тоже меняются. В летнее время, как бы, тайга зеленая. И вся северная часть Байкала – это заповедники, национальные парки. С одной стороны, Баргузинский, с другой стороны, Байкал-Оленский. Ну и, в принципе, откуда взялась такая уникальная природа, уникальная сохранность территории от того, что 80% территории – это все особо охраняемые зоны. Попасть туда сложно, но там сохранилась та самая тайга, те самые укромные места, где, как бы, действительно нет людей и вот такие красивые горные пейзажи. Немножко вернемся к Альхону. В принципе, видно, что лето у нас такое полноценное. Еще одна из особенностей Байкала – это чистота воды. То есть, байкальская вода считается эталоном питьевой воды. Ну, для примера, воду мы пьем из-под крана везде. То есть, в Иркутске, в поселках на берегу Байкала. Если вы находитесь на побережье, можно смело ее черпать кружкой, пить. И это так и есть. То есть, где-то вблизи каких-то поселков, возможно, там вас будет, ваш мозг, вернее, будет смущать наличие строений. Но по факту вода действительно чистая, и во всех круизах, во всех прогулках можно ее смело пить. И здесь, собственно, на картинке видно, что где начинаются камни, там глубина порядка 10 метров. Вообще прозрачность достигает 40 метров в среднем. После лета у нас, конечно, приходит осень. Осень тоже такой хороший сезон. Осень на Байкале мягкая, потому что озеро работает как гигантский термос. Сейчас все лето оно накапливает тепло, и осенью начинает его отдавать. Пейзажи красивые, и так как озеро окружено горами до 3000 метров, а рядом находятся саяны до 3500 метров, то в горах уже выпадает снег, внизу еще золотая осень, а если спуститься куда-то еще ниже в долины, то там могут быть еще вернее зеленые луга. Вот такие картинки я снимал этой осенью. Это небольшие озера в предгорьях Восточного Саяна. Делал панораму с дрона. Ну и места тоже, как вы видите, не обжитые. То есть там нет турбаз, нет ничего, но тем самым они интересны для своего посещения, потому что в какой-то мере природа здесь, конечно, уникальна. Но на побережье Байкала в это время разыгрываются небольшие шторма. Если говорить про сентябрь, за счет того, что леса во многом смешаны и помимо хвойных у нас много и лиственных, то картинка очень пестрая. И осень — это то время, когда у нас самый прозрачный воздух, потому что видимость на Байкале может быть больше 100 километров. Такие картинки на юге Байкала. А вот так выглядит остров Альхон с немногочисленными лиственницами. Но лиственницы, они становятся, не знаю даже, как этот цвет называть, то есть не оранжевый, не золотой, а просто такой супер насыщенный. Потом озеро замерзает. Как ни странно, у нас приходит зима. Байкал замерзает очень долго, и полностью озеро встает в один день, и это происходит где-то в середине января в районе крещенских морозов. То есть вот в это время на Байкале достаточно холодно, может быть ниже 30 градусов, но лед намерзает очень быстро. Как только Байкал встает, морозы падают, в принципе температура становится комфортной. Для того, чтобы понимать, что такое зима на Байкале, я вот был на прошлой неделе в Питере, там было минус 7. Минус 7 в Питере — это как где-то 18-20 в Иркутске. То есть за счет того, что мы находимся в глубине материка, там очень сухо, и мороз чувствуется совсем по-другому. Ну а зимой главная наша ценность, мы называем его синим золотом, это байкальский лед. Байкальский лед — это явление уникальное. Формируется он только на Байкале. Такой чистый, прозрачный, связанный с особенностями микроклимата, потому что весь снег, который выпадает, его сдувает, и он как мелкой-мелкой шкуркой зашлифовывает лед до такого неблестящего прозрачного состояния. Но лед — это бомба. То есть лед — это такие настоящие вау-эмоции. Там можно ходить бесконечно, смотреть себе под ноги, потому что текстура меняется. Но период достаточно короткий, непродолжительный. Какие-то ледовые путешествия, ледовое посещение на Байкале идет всего, по сути, полтора месяца, примерно с середины февраля, когда лед уже устойчивый, до конца марта. Ну, картинки здесь во многом говорят сами за себя. И вот эти бесконечные текстуры, небольшие такие пещеры, которые по берегам у нас летом невозможно посетить, зимой они становятся целыми такими отдельными сказочными историями. Это, конечно, все впечатляет. Лед на Байкале очень толстый и тоже как бы у многих вызывает такое противоречие или возражение, как вообще передвигаться по льду. Метр толщиной. Но для того, чтобы вы понимали, по законам Российской Федерации переправы открывают при 30 сантиметрах льда. Соответственно, метр у нас выдерживает грузовики, автобусы. И как бы на тот же остров Ольхон, когда идет зимняя переправа, то есть там полноценное двухстороннее движение, ездят все и даже ходит грейдер, который чистит ледовую дорогу. Но лед хорош и в плане путешествий, и в плане, конечно, картинок. Но, как говорится, ничто не вечно. И для того, чтобы понимать все красоты Байкала, лед тает, и потом у нас начинается такой весенний период. Вот здесь люди у нас стоят на льду метровом, отражаются во льду. А здесь уже середина апреля, время ледохода на Байкале. Тоже такой очень интересный период. Он сейчас еще особо не популярен. Ну, незаслуженно, конечно, его обделили вниманием. Это время айсбергов, время нерп, потому что все процессы на озере начинаются на юге, где-то с середины апреля образуются трещины, их начинают ломать, начинают передвигаться льдины. Появляются открытые участки воды. Очень круто для фотографов. Перемещаться в это время сложно, можно кататься только на суднах на воздушной подушке. Но зато мы получаем такой бонус, что никого нету. Уже тепло, еще сохранились какие-то ледовые гроты, и у нас есть возможность увидеть челени. Эти фотографии я делал два года назад. Это как раз самое начало мая на севере Байкала. Вот нерпочки, они такие деловые, они лежат на льдинах. После холодной зимы они вылазят чесаться, отогреваться. И вот здесь по нему видно, что… Это самец, кстати, судя по взгляду. По нему видно, что он уже полностью высох, и он, скорее всего, ненавидит нас, потому что ему придется прыгать в воду, а он этого совсем не хочет. В мае лед начинает уходить на север, причем вот этот промежуток между тем, как Байкал скрылся на юге и на севере, он составляет месяц. То есть в конце апреля, начале мая на юге уже чистая вода, льдинок совсем нет, потому что на севере еще стоит лед. И некоторые льдинки на севере даже в начале июня плавают. Но так или иначе, лед, вот этот весенний, он тоже очень необычный, он красивый. Это фотографии Сальхона с вот этого года, с мая месяца. Здесь как раз видно, как ледовые поля разламывают, начинаются подвижки. И еще это время, конечно, интересно не только ледовой историей, не только тюленями. Это время еще очень интересно цветением, потому что у нас в Сибири растет очень много уникальных видов. То есть если говорить конкретно про Байкал, то 3,5 тысячи видов животных и растений, которые обитают на территории акватории и озера, из них 1600 уникальны. То есть как бы каждые две трети уникальны, как бы эндемики почти все. Ну и нерпы наши, конечно, в том числе. И у нас цветет багульник. Это один из видов рододендрона. Цветет достаточно короткий период. И картинка, не знаю, я был в Корее на цветении рододендрона. В принципе, очень схоже, только у нас все это в таких диких условиях прямо на берегах Байкала происходит. Но безусловно, как бы такое, скажем так, природное разнообразие, различие пейзажей, различие сезонов, оно не могло не сказаться на том, как формируется культура в Сибири и в частности на Байкале. Культуры у нас разные, их много. И если учесть, что наполнение Сибири шло по большей части, вернее, не только, а не по своей воле, то есть в Сибирь в основном ссылали по тем или иным причинам, то, конечно, эти культуры стали уникальны. И Сибирь в себя впитала и адаптировала очень много разных религий и традиций. Наше путешествие, которое мы сделали с РГО, с Russia Discovery, оно показывает как раз различия культур, различия религий на Байкале, и при этом как бы не оставляя природу. То есть все самые красивые истории, все самые знаковые места, места, где наоборот нет людей, мы смотрим, но при этом мы знакомимся очень плотно с культурой и с историей региона. Но есть такой очень простой тест и вообще показ про то, как различаются у нас Сибирь и Москва. Вот самый элементарный вопрос, что это? Но только сибирякам у меня просьба не отвечать. Но, но, но. Всем сразу стало понятно, да. Сибиряки как бы выдали. К примеру, да, в Сибири нет такого слова, как файл, а вот это у нас мультифора. Моются у нас не мочалками, а вихотками. И еще мне тут совсем недавно рассказали про такую фишку. Вот это сколько? Семь. Семь, да. А я говорю семь. Семь, восемь. И, как оказалось, все сибиряки так же говорят. Вот, поэтому, если говорить про то, что мы живем как бы в одной стране, но мы живем в другой части света, и, конечно, культура и традиции там стали другие. Я немножко фоном сейчас добавлю нам музыки, такой традиционной, бурятской, да, чтобы, скажем так, чтобы атмосфера у нас была местная. А здесь такого тоже нет смысла? До конца, до последнего. Там много, да, много таких особенностей, и в том числе там сибиряки очень много нукают. Вот, ну, это когда? Ну, нормально, но поедем. Вот. Ну, что ж, мы вернемся к нашим культурам, да, и путешествие наше, оно начинается из города Улан-Удэ, из столицы республики Бурятия. Вот. Для того, чтобы вы понимали, вот здесь на карте, если она под рукой, да, всегда будет Байкал большой, он на одну карту не влазит. Вот, от юга до севера 636 километров, это примерно как от Москвы до Питера, да. А длина береговой линии, сколько ставки будут? 2200, да. Я даже посчитал, это вот чуть меньше, чем до Парижа. Но обойти Байкал, так же, как, в принципе, в Париж пешком сходить. Вот. И здесь находятся два субъекта федерации, это Иркутская область, вот здесь вот она проходит, и с другой стороны республика Бурятия. Ну, казалось бы, мы ближайшие соседи, но мы очень сильно отличаемся, да, то есть отличаемся и по истории своего формирования, потому что Иркутская область, это изначально такая казаческая история, а республика Бурятия, это монголоиды, и в принципе, бурятское ханство, оно и к ним и принадлежало. Вот. Различаемся по культурам, да, то есть в Бурятии, забайкальские буряты, как мы их называем, они буддисты, а наши буряты, которые живут вот на западном берегу, они шаманисты. И Улан-Удэ является столицей, конечно, Бурятии, но наше путешествие мы начинаем не с классического такого варианта, не с буддизма, мы начинаем его со знакомством, со староверами. История тоже, ну, в чем-то уникальное, в том, что после раскола нашей русской церкви, по-моему, это было еще в 17 веке, многие прихожане, они отказались от принятия вот этой греческой церкви и хотели сохранить свои старые обряды. Естественно, они были неугодны для государства, потому что их считали иноверцами, беспоповцами. И в 18 веке Екатерина издала указ, и около 40 тысяч староверов были сосланы в Сибирь, и в том числе в Бурятию и Забайкалье. Староверы, ну, можно сказать, уникально сохранили свою культуру. У нас их часто называли семейскими, потому что на Байкал они приходили большими семьями. Откуда идет название? Они сохранили свою традиционную одежду. Это сарафан, это кички, это косоворотки, в которых были изначально польские и украинские орнаменты. И вот эта именно семейственность, она позволила культуре сохраниться на протяжении двух с половиной веков и остаться на Байкале. То есть живут они в небольших деревнях. Если говорить про Байкал, то деревня называется Тарбагатай. И сам уклад жизни, он сильно отличается от того, ну, как мы привыкли его видеть, в плане, как мы русские, потому что вот эта семейственность, она продолжается на несколько поколений и как бы очень хорошо удерживается. Конечно, они отличаются по своей религии. То есть главное, самое простое отличие, они крестятся двумя перстами. То есть не тремя, как мы классически, а именно двумя. И на Байкале сейчас есть буквально несколько мест, где можно посетить староверческие деревни. Некоторые семьи показывают, принимают, рассказывают о культуре. Можно попробовать национальную кухню. Ну и если хорошо посидеть за столом, как бы если разговориться, то в том числе можно и поучаствовать в местных танцах, например, или даже померить местный снаряд. Но так или иначе, явление для Сибири уникальное. И в принципе в самой России осталось не так много староверческих поселений, потому что при гонении государством многие из них уехали за границу. И сейчас большинство староверов находится в Польше. В Сибири на протяжении уже двух с половиной веков староверы живут. И в принципе эта уникальная культура сохранилась до наших дней. Второе, ну собственно, что больше такое коренное для Байкала, для Сибири и, конечно, для самой республики Бурятия, это буддизм. Здесь есть буддисты у нас? Почти. Буддизм у нас тоже уникален. То есть в принципе все, что оказывалось в Сибири, так или иначе оно подвергалось влиянию местного народа, местной культуры, традиции, и в себя это впитывало. Что касается буддизма, то у него есть несколько разных веток. И ветка, которая у нас на Байкале, она называется Махатма. И это самое северное направление буддизма. То есть классическое буддистское государство соседнее, это Монголия, конечно, но и республика Бурятия, это является главным центром буддизма. Буддизм, ну я сам не являюсь приверженцем буддизма, но я очень лоялен и очень люблю эту религию, потому что это по большей части не религия, а учение. И в буддизме у нас нет как таковых икон или богов, а есть там святые, которые условно превзошли из обычных людей. Буддизм очень открыт и лоялен ко всем. Можно посетить буддийские датсаны, и в некоторых из датсанов можно пообщаться с ламой. Это отдельная такая история, потому что ламы очень интересные, очень образованные люди. Они учатся в университетах, они учатся астрономии, они познают мудрость в медитациях, проживают свой собственный опыт, и даже какой-то простой разговор с ламой, он может во многом помочь вам посмотреть на ваши вопросы, на проблемы с другой стороны, либо получить какой-то совет про какие-то действия. То есть лама — это не гадалка, лама никогда не скажет вам про ваше будущее, что он будет таким и таким, но так или иначе может вам помочь в поисках своих смысл. Но и тоже одно из таких интереснейших явлений, которые есть в буддизме, но, собственно, находится на Байкале, это обретение нетленного тела. Главный центр буддизма России, Бурятии в том числе, это Иволгинский датсан, который находится недалеко от города Олон-Удэ, в поселке Иволга, и он известен тем, что сейчас там находится нетленное тело ламы Итигелова. История такая, что сам Итигелов был достаточно видным деятелем буддизма еще в до советское и советское время, и в 1927 году он вошел в глубокую медитацию. То есть считается, что он постиг нирваны, и в позе лотоса он ушел, я не знаю, как, наверное, даже объяснить этот уровень, то есть этот человек, который, можно сказать, уходит в анабиоз и считается, что он медитирует. На протяжении нескольких десятилетий он находился в специальном помещении, то есть это был такой деревянный саркофаг, где он сидел в позе лотоса, и только нескольким своим ученикам он рассказал о том месте, где его условно не захоронили, а охранят. И только в 2002 году под руководством нынешнего действующего лама Дашиа Юшеева саркофаг был поднят, тело было осмотрено, были совершены специальные молитвы, и сейчас с 2008 года тело находится в Иволгинском дацане, и в некоторые дни, как правило, два раза в год в дни публичных посещений можно это наблюдать. Но что самое интересное, что буддисты за счет того, что они во многом люди ученые, они разрешили сделать научные исследования непосредственно тела ламы Итигелова, и после того, как ученые взяли образцы, а им дали около 2 миллиграммов ногтей, кожи и волос, они пришли к выводу, что с научной точки зрения это не мертвый человек. То есть все процессы, которые идут у нас у живых людей, эти же процессы идут и в теле у Итигелова. Интересен еще тот факт, что с того момента, как тело было представлено и поднятое саркофага, оно набрало около 10 килограммов веса, и сейчас температура тела составляет в районе 20 градусов. То есть какого-то единого доказательства про то, что тело действительно умерло, кроме температуры его нету, и это такой необъяснимый феномен, это, возможно, какое-то чудо, возможно, просто мы не можем мыслить в таких понятиях и думать об этом, но так или иначе это есть. Это и Волгинский датсан, и это буддизм. Буддизм в Бурятии сейчас развит очень хорошо. После советского времени многие датсаны восстановились, многие ламы вернулись в Бурятию, и Бурятия очень красива в том плане, что датсаны ставятся в таких знаковых, в сильных, впечатляющих местах, что это не просто какое-то сооружение, там где-то в городе, как правило, это где-то за городом, на природных местах, и здесь мы посещаем Баргузинскую долину. Лично по мне, это очень впечатляющее место, и его можно даже сравнить с каким-нибудь индийским ладахом, непалом именно по своим картинкам, потому что это такие буддийские датсаны на фоне трехтысячных гор посреди межгорной широкой долины. В буддизме много традиций, много обрядов, можно прийти на службу, по крайней мере у нас это никто не запрещает, посидеть, послушать. Можно совершить молитвенные ходы вокруг буддийских ступ, их тоже достаточно много, и вы можете пройти 3, 9, или 208, 7 раз, совершать поклонения, и вот такие вот полотна, которые на предыдущем слайде называются ходаки, универсальные буддийские подношения, их дарят по любому случаю, то есть если вы человека уважаете, вы преподносите ему ходаки, и считается, что на них вышиты мантры, разные ходаки разного цвета имеют разные обозначения, например, желтые, это цвет золота, богатства, здесь, конечно, речь идет про внутреннее, зеленые, это омоложение, красные, это всякие оргазмические энергии, страсть, любовь, а синие, это самый главный цвет буддизма, это цвет гармонии, потому что небо, оно всегда стабильно, и вы завязываете ходаки с добрыми помыслами, и считается, что ветер, когда колышет ходаки, он читает ваши молитвы. Буддизм в Сибири впитал в себя некоторые черты и шаманизма, и, в принципе, на нашем, на Иркутском берегу наши все буряты, они все-таки до сих пор являются приверженцами шаманизма, это картинки с Баргузинской долины, и, что касается шаманизма, то главная суть всей религии – это, если по-простому, гармония между человеком и природой. В шаманизме духи есть у всего. Самые главные духи – это тенгари, это духи вечно синего неба, и они спускаются вниз, главный дух Байкала называется Хан Хуте Баабай, или его зовут Бурхат. На фотографии, вот на заднем фоне скала Шаманка – это одна из таких визитных карточек Байкала на острове Ольхон, и по древним бурятским легендам именно в этой скале, там есть сквозная пещера, жил главный дух Байкала. И у нас на море, когда любое путешествие начинается, мы всегда проводим обряд по задабриванию духа. Ну и, как бы, хотите верьте, хотите нет, у меня очень много историй, одна из таких самых ярких, как мой родственник, он приехал с Кубани, и первый раз, когда поехал на Байкал, он сказал, типа, я вот эти все ваши истории, как бы, видел, знаете ли сам где. Вот. Монетки не оставлял на священных местах, духом не капал, и четыре колеса пробили у машины на ровной асфальтированной дороге, вот в поток идет, как бы, то какие-то гвозди, то какие-то камни, то что-то еще лопнуло. Ну, как бы, после этого все поверили в то, что, как бы, ну, наверное, что-то есть. И сам я научился ходить на Байкале, да, живя, работая, путешествия на озере, так или иначе ощущаешь, ну, какую-то силу, силу озера, силу территории, и в этом плане шаманизм, он, конечно, ну, как мне кажется, подходит именно к Байкалу, потому что вот эта вот энергетика, которая на озере, да, ощущается, она, хочется ее предписать каким-то духом. Но мы, собственно, предлагаем вам сегодня приобщиться, так как с точки зрения шаманизма даже в Москве духи они есть, как бы. Вот, я привез с Байкала самогон на кедровых орешках, его делает моя двоюродная бабушка. Вот, кто хочет, можно поучаствовать в обряде. В принципе, пить не обязательно, хотя тоже можно. Я сейчас расскажу, про что суть. Самогонка хорошая, вы не переживайте. Еще, если что, по-моему, вставайте, че суть. Кому не хватило? Спасибо. По шаманским традициям бурханить надо чистой рукой. Само слово бурханить – это задабривание бурхана, главного духа Байкала. Чистая рука у нас какая? Левая. Левая. Мы же обычно все правое делаем. Поэтому чистая рука левая. И безымянным пальцем. Сам процесс очень простой. Его глубокий смысл в том, что мы задабриваем духов неба, духов земли и ублажаем свой ушедший род. Чтобы природа, внешний мир нас принимал, но и внутренний мир, наши родовые корни всегда были с нами. А безымянным пальцем левой руки надо отдать каплю в небо духом вечно синего неба тенгри. Что важно? Надо отдавать каплю с посылом и не стряхивать вот так вот, а именно отдавать. Вторую каплю мы отдаем на землю, духом земли и духу Байкала. А третью каплю мы кладем на левую грудь за здоровье себя и своего рода. У бурятов, у шаманистов очень сильные родовые связи, и чтобы все у вас в семье было хорошо, надо род мать задобрить. Поэтому давайте побруханим, задобрим московских духов. Потом можно выпить попробовать. А? Бабушка моя делает? Хорошо. В Иркутске. Ну, мы друг друга понимаем. Вернемся к шаманизму. Если говорить про основу учения, то духи есть верхние, духи есть у нас земные. Ну, то есть духи верхние – это духи природы, которые как бы на небесах. Духи земные – это духи ушедших предков. Сами шаманы подразделяются на три направления. Ну, наверное, надо сказать, что по большей части в шаманизме для связи со всеми, скажем так, вот такими божествами среднего уровня, да, шаман у нас не требуется. У нас есть целая сеть обрядов, есть священные места, куда мы приезжаем. Мы можем побрызгать водки, побрызгать молока, белых продуктов, да, чистых. Оставить конфетку, монетку, сигаретку, тем самым задобривать духов. Чтобы у нас в поле рожь хорошо росла, чтобы скот хорошо пасся, чтобы дождей не было. Если же у нас какие-то серьезные проблемы, да, то мы обращаемся к шаману. Шаманы, ну, такой грубой, можно сказать, классификации, бывают трех видов. Это белые шаманы, черные и дарханы или шаманы-кузнецы. Нет разницы того, что белый – это хороший, а черный – это плохой, да. То есть белый – это шаман, который связывается с духами небесными, черный – который может связываться с духами земными, а дархан – это который проводит очищение через металл. И я сам периодически хожу к шаману по своим личным вопросам. То есть надо понимать, что в первую очередь шаман – это мудрый человек. Шаман – это как хороший психотерапевт. И публичные встречи на Байкале, ну, как бы с личным таким характером они не проходят. Вы можете встретиться с помощником шамана, можно послушать лекцию про шаманизм. Но если вы хотите действительно совершить обряд, либо если вы хотите поговорить о личном, то встреча должна быть приватной. То есть у нас в некоторых деревнях есть шаманы, к которым мы можем приехать, привезти своих гостей, и тем самым гости получат такую аудиенцию. Если говорить про обряды шаманизма, то достаточно часто встречается такое, что шаман помогает человеку найти душу. То есть если рассматривать душу как наше что-то такое внутреннее, что-то очень важное, что задает нам какие-то смыслы, то бывает, видимо, так, что мы ее теряем. И шаман Камлая, входя в транс, он обращается к своим предкам и помогает вам ее отыскать. Я был на достаточно сильных обрядах. Это очень интересное такое зрелище, потому что когда шаман Камлай, Камлай – это процесс совершения обряда. То есть там бьется в бубен, в некоторых случаях может приноситься какая-то жертва, в некоторых случаях, ну, на севере у нас по большей части, могут питься какие-то дополнительные отвары, например, из мухомора. Но шаман чаще всего совершает обряд со своим помощником, потому что когда шаман входит в транс, условно он связывается со своим родом, и он может стать кем-то из своего рода. То есть я видел реальную такую историю, что взрослый мужчина – шаман, он начинает вести себя как пожилая женщина. То есть его всего скрючивает, у него меняется тембр голоса. Но что самое удивительное было, он говорил на старомонгольском, хотя этот язык, в принципе, сейчас особо не используется. И помощник шамана, он сидит, записывает, собственно, все, что шаман говорит. И только после выхода из транса шаман читает вот эти записи, и на основе них уже говорит, ну, что-то вам. Шаман, как и лама, как и, не знаю, любой другой, наверное, такой человек, кто работает с внутренним миром, он никогда не скажет вам четкого пути на будущее, что у вас там будет то-то и то-то, никогда не скажет вам конкретные действия, которые вам надо совершить, чтобы какая-то ситуация исчезла. Но шаманы действительно обладают каким-то уникальным качеством за счет своего опыта, за счет опыта своего рода показать вам ситуацию как-то шире, что все встает на свои места. И очень интересное ощущение, знаете, наполнения после каких-то, если вы участвуете в обряде, потому что это, ну, не знаю, это чистая энергетика, и я в это дело верю, и придаются какие-то жизненные силы. Вот. В шаманизме нет храмов. Все храмы шаманизма — это природные достопримечательности, эти природные объекты, сильные места. И, конечно, главное сакральное место Байкала — это остров Ольхон, который считается такой столицей шаманизма. И даже раз в год у нас проходит большое мероприятие — это съезд шаманов, когда стягиваются шаманы со всей России, иногда приезжают заграничные. Как бы мифология может отличаться, но суть религии всегда в одном. Ну, из таких интересных атрибутов, да, вот здесь видно, это Валентин Хагдаев, один из таких самых известных, наверное, шаманов на Байкале. Вот. Ну, у нас встречи проходят как бы с неизвестными шаманами в небольших деревнях. Но здесь из атрибутики вот видно такой большой медальон висит. Это один из главных атрибутов шамана. Называется он «Шаманское зеркало». Суть в том, что когда шаман уходит в транс, по сути, он оставляет свое тело незащищенным. И чтобы злые духи в него не проникли, шаман всегда камлает с зеркалом. Оно может быть медное, может быть серебряное, но как бы один из обязательных атрибутов. Ну и тоже интересная такая история, собственно, как становятся шаманами. То есть почему там один шаман, другой не шаман. Есть несколько таких вариантов. То есть первое – это, может быть, называемая шаманская метка. Например, как у Валентина – это двойной палец. То есть считается, что двойной палец, как бы если родился мальчик с двойным пальцем, то его путь – это путь к шаману. Есть шаманская метка, что если в человека попадает молния и он выживает, он тоже приобретает способности. Но самое такое частое считается, что как бы дар шаманизма передается через поколение младшему сыну, то есть младшему ребенку по мужской линии. И за счет того, что как бы сейчас все равно эта урбанизация идет, все там разъезжаются, какие-то родовые связи, даже в шаманском роду могут быть утеряны, есть такое понятие, как шаманская болезнь. То есть это тоже распространенная история, когда на человека в какой-то период жизни сваливаются все несчастья, которые могут быть, и что бы он с ними ни делал, они только увеличиваются, увеличиваются, увеличиваются. И если в его роду были шаманы, то суть такая, что род просит, род зовет его к тому, чтобы он стал шаманом, начал служить людям и как бы пришел к своим таким истинным значениям. На Байкале распространены такие большие праздники. И вот здесь мы видим это тоже такой бурятский традиционный шаманский хоровод. Называется он Йорт, ритуальный танец вокруг священной горы. И вот в некоторое время собирается несколько тысяч человек, на вершине горы сидит шаман и камлайт, и вокруг все ходят, танцуют в такой большой хоровод. Ну и, скажем так, мы с вами переместились, побывав вот здесь в Бурятии у староверов, посмотрев Болгинский дацан, посмотрев дацаны Баргузинской долины, мы с вами побывали на Ольхоне и узнали про ольхонский шаманизм, в принципе, про байкальский. И если перемещаться уже в сторону Иркутска, Иркутск так или иначе это столица Восточной Сибири, конечно, не так много людей живет, как в Москве, но по сибирским меркам 620 тысяч это вполне неплохо. И в Иркутске очень интересное есть представление архитектуры в православии, которая называется «Сибирская барокко». Суть в том, что православие как бы было по сути пришлой религией, когда православие приходило в Сибирь, здесь, естественно, были местные народы, были венки, буряты-шаманисты, были буряты-буддисты, потому что первые упоминания там еще, по-моему, первый век до нашей эры о буддизме как бы в наших краях был. И православие, приходя в Сибирь, адаптируясь, оно впитало в том числе в себя элементы и буддизма. И вот в Иркутске есть две церкви, крестовоздвиженская и спасская, в которых как раз в орнаментах представлены элементы буддизма, роспись. И такой пример архитектуры есть только в трех городах в России – это Тобольск, Томск, и наилучшее сохранившееся – это Иркутск. Ну и я начал рассказ с того, что наполнение Сибири по большей части шло недобровольно. В Сибирь ссылалось очень много поляков, и в определенное время в Иркутске было до 10% польского населения. Всего в наш край было сослано около 20 тысяч поляков. Это во время разных и ноябрьской революции, и советского времени. По большей части это была такая польская элита. Но тоже интересно присутствие католицизма в Иркутске. У нас находится католический римский костел, который является памятником архитектуры Польши. И в Иркутске, казалось бы, небольшом сибирском городе находится представительство консульства Польши. На севере области есть деревня, в которой живут до сих пор чисто поляки, и они сохранили, в принципе, и язык, и уклады. И вот это присутствие католической конфессии в Иркутске тоже сильно ощущается. Закончить хочется тем, что Байкал – это безумно красивое место. У нас действительно уникальная природа. Природа отличается и по своим локациям, и, конечно, природа отличается по своим сезонам. Лето и зима – это абсолютно разные вещи. Золотая осень, период скрытия Байкала. Каждый уникален по-своему и каждый очень сильно впечатляет. Но помимо природы у нас действительно богатая культура, очень интересная религиозная составляющая. И если вам интересно узнать больше про страну, если вам интересно узнать больше про себя, то Байкал – это отличная локация для того, чтобы посмотреть на себя с разных сторон.